Михаил Борисович, большое вам спасибо за то, что согласились дать интервью Deutsche Welle. Как изменилось ваше восприятие жизни и людей после того, как вы вышли на свободу? Я очень рад сегодняшнему нашему с вами разговору, Жан, и всегда рад с вами общаться. Я не очень люблю заглядывать в прошлое, и тем более я не очень люблю как-то себя сравнивать до тюрьмы и после. Это легче делают другие люди. Мне кажется, что я стал относиться к человеческим недостаткам более спокойно, чем относился раньше. Ну, видимо, пообщавшись с людьми, у которых недостатков иногда даже больше, чем у меня. Вы раньше занимались бизнесом, сейчас занимаете общественной деятельностью. С какими трудностями вы столкнулись, о которых даже не подозревали и не ожидали, что вот тут-то есть такие проблемы? Для меня большой неожиданностью, думаю, что, как и для многих, стало радикальное изменение ментальности российского общества после начала вот всей этой украинской эпопеи. Я все-таки думал, что наше общество не настолько больно веймарским синдромом. Во-вторых, для меня оказалось неожиданностью, что общественная деятельность, вот эта вот самая, как-то, как говорится, третья сфера, она настолько менее эффективна с производственной точки зрения и настолько внутренне конкурентна и на психологическом уровне по сравнению даже с бизнесом. Мне казалось, что здесь, где действуют единомышленники, ситуация могла бы быть более мягкой, что ли, более товарищеской. Ну, наверное, мне еще не один раз придется вспоминать с определенной долей ностальгии бизнес-года. Я к этому привык, это нормально. А вы понимаете, вот для меня загадка, что, собственно говоря, все эти люди делят. Явно не власть, потому что, как правило, люди, представляющие либеральный лагерь, они не находятся во власти. И шансы очень низки. Как оказалось, это для меня неожиданно, что для многих людей горизонт их ближайшего окружения застилает более широкий горизонт страны, ну или уж тем более мира. И вот люди ориентируются на то, что является важным в их очень маленьком мерке. Особенно сегодня, когда социальные сети позволяют набирать много людей численно, создающих вот этот вот мирок. И ты не видишь, что вот эти вот там 5, 10, или там даже пускай 50 тысяч человек, составляющих твое окружение в социальной сети, это на самом деле очень маленькая часть глобального мира. Сколько у вас подписчиков в Фейсбуке? 1200, что ли. Появились слухи в российских СМИ о том, что открытую Россию хотят в России запретить. Реально ли это? Имеют ли эти слухи под собой основания? И каким образом это возможно реализовать? Юридически. В России происходит... Я имею в виду, конечно, организацию «Открытая Россия». Открытую Россию там давно запретили. Да, давно запретили. В России происходят очень интересные, на самом деле, события в общественной жизни. Есть крайне реакционное крыло, которое все время пытается пропихнуть какие-то максимальные ужесточения. И я думаю, что они просто не представляют себе, куда бы они хотели зайти в конце концов. Ну, я в моем представлении, вот для них ИГИЛ должен был бы быть некой меккой, вот куда они стремятся. К счастью, все-таки, для российского общества, к счастью, разум власть еще до конца не покинул, что бы мы о ней ни говорили. И она, конечно, отступает под давлением своего радикального крыла, потому что она на него сделала ставку, и поэтому она вынуждена ему идти на уступки, но не так быстро, как это бы радикальное крыло хотело. То есть я думаю, что Путин пройдет этот путь, если успеет, до православного ИГИЛа. Но это будет еще достаточно длинный путь. С этой точки зрения на сегодняшний день отношение к открытой России сдерживается требованием действовать по закону. Есть ли риски для тех людей, которые сотрудничают с открытой Россией и работают именно в России? Несомненно, риски есть. И с этой точки зрения я считаю, что нынешняя российская власть в большей мере выражает максимум, который в свое время сформулировал, по-моему, Солини, друзьям все, врагам закон. Вы понимаете, как в Кремле, в администрации президента принимаются решения? Какую роль в этом играет Владимир Путин? Насколько можно прогнозировать те решения, которые будут приняты, и те политические шаги, которые будут предприняты? Или все это весьма неожиданно? Я считаю, что сегодня, если и невозможно предсказать каждый конкретный шаг, то общую направленность шагов вполне, она является вполне предсказуемой. Мы с вами понимаем, что главная проблема той системы управления страной, которую построил Владимир Путин, заключается в том, что нет иного источника легитимности у власти, кроме лично Путина и его рейтинга. В результате вся чиновничья рать ориентируется ровно на два параметра. Первый параметр — это, что сказал Путин, если есть шанс, что Путин это заметит. Второй параметр — что выгодно для моего кармана. Поскольку Владимир Путин все-таки только человек, причем человек, не привыкший работать особенно уж тяжело, понятно, что количество вопросов, которые находятся в сфере его непосредственного внимания, оно не такое уж большое. сейчас скорее это внешняя политика. Вот там он в основном занимается. То, что касается внутренних дел, он считает, что это небольшая проблема и внимания на это особо не обращает. А значит, то, что идет внутри страны, это борьба разных групп за ресурс. Силовая борьба. Регионалы хотят своего, силовики хотят своего, предприниматели, в том числе близкие к Владимиру Путину, хотят своего. Вот в рамках вот этих вот сражений за ресурсы и выстраивается внутренняя политика, в том числе, которая будет на выборах 2016 года. Как он делает выбор? Здесь тоже очень простой алгоритм. Путин всегда выбирает то решение, которое, по его мнению, на следующем шаге дает ему больше возможностей выбора. Вот это стандартный алгоритм, но он от него практически никогда не отходит. Что происходит с вашей точки зрения в взаимоотношениях между Рамзаном Кадыровым и Владимиром Путином? И какую роль сейчас Рамзан Кадыров играет в российской политике? Насколько все-таки Путин опасается с ним идти на какой-то прямой конфликт? Я считаю, что Путин прекрасно понимает необходимости системы сдержек и противовесов. И поскольку у него нет легальной системы сдержек и противовесов, как она закреплена в Конституции между исполнительной, законодательной, властью, независимым судом, гражданским обществом, поскольку этой системы сдержек и противовесов у него нет, то он вынужден создавать псевдо-систему. И в этой псевдо-системе естественно Кадыров с его бандой имеет в общем достаточно серьезное значение. Поэтому дестабилизировать созданную у него в голове систему, выводя Кадырова из игры, он, конечно, как мы видим на примере расследования по убийству Бориса, он не готов. Вы недавно сказали о том, что российские граждане не обязаны выполнять неправовые и несправедливые законы, была огромная дискуссия по этому поводу. Вообще, как это применить на практике, не очень понятно. и каковы критерии разграничения между справедливыми законами и несправедливыми неправовыми. Но главный вопрос, как это на практике применяется. Если вы не соблюдаете законы страны, то вероятность того, что вас покарают за это, они высоки. Если вы, конечно, не друг Путина, оговорюсь. Это вас говорит все-таки уже немецкая педантичность. Когда мне эти вопросы вот так вот формулируют, это почти всегда наши соотечественники из Германии. Надо понимать, что доля законов, которые исполняются в России, и, к слову, в Советском Союзе до того, я думаю, что в обычной жизни от 30 может быть особо законопослушные граждане 60% законов исполняют. Может быть, еще в 10 случаях они знают, что они не исполняют законы. А все остальное они просто не исполняют, потому что они не знают, что этот закон надо исполнять. Вот в СМИ появилась информация, я не претендую на то, что она достоверная, что рассматривается вариант, что лидерами тройки Парнас, партии Парнас, на выборы в 2016 году могут стать люди с известными фамилиями. И в их числе назвали вашего сына Павла. Как вы относитесь к этой идее и к участию Павла в выборной кампании? Я к подобного рода провокациям администрации президента, это несомненно, мы с вами прекрасно видим источники тех или иных идей, вброшенных в средства массовой информации, это несомненно, была администрация президента, я к ним отношусь с юмором. Хорошо ребята работают, молодцы. Это смешно слушать. А как вы видите собственное политическое будущее? Я являлся и являюсь человеком, способным оказывать определенное влияние на процессы, происходящие в стране. Я надеюсь, что в будущем это сохранится. личных нет политических амбиций? Есть какая-то долгосрочная задача? Или вы себя воспринимаете как в неком смысле миссионера? Для меня совершенно неочевиден график изменений происходящих, которые будут происходить в российской политической жизни. Я уже говорил, что на мой взгляд 24-й год это наиболее такой год, похожий на время, когда наступят изменения. Но они могут произойти раньше, они могут к сожалению произойти позже. Строить какие-то конкретные планы личные на такую отдаленную перспективу читателю и почитателю Булгакова было бы достаточно смешно. А я им являюсь. Помните, у него, что проблема человека не в том, что он смертен, а в том, что он внезапно смертен. Как вы относитесь к тому, что Россия не готова выполнять решения международных судов по иску ЮКОСа? Меня бы очень удивило, если бы сегодняшняя Россия, сегодняшняя власть была бы готова делать что-нибудь для нее финансово невыгодное. ведь они же рассматривают сегодняшний российский бюджет не как что-то, что стоит на службе российского общества. Они рассматривают сегодняшний бюджет как что-то, что является уже лежит в их кармане. И вот они иногда из этого кармана вынимают, ну и раздают гражданам, чтобы они заткнулись. а здесь врагам отдать, чтобы враги что? Перестали быть врагами? Ну вряд ли они перестанут быть врагами. Просто потому что так закон говорит? Что такое закон? Это то, что мы каждый день переписываем? Нет, это не интересно. Мне часто задают вопрос, а как я смотрю на то, что это нанесет ущерб российским гражданам? Если бы российская власть в какой-то момент захотела бы поступить так, как положено по закону, она просто бы отдала те акции, которые она незаконно изъяла у десятков тысяч акционеров, к слову, приобретших эти акции совершенно не на залоговых аукционах, которые непонятно по каким причинам применительно к ЮКОСу считаются неправильными. она просто бы эти акции вернула назад. Компания же существует, называется Роснефть, и для российского обычного гражданина ничего бы не изменилось в зависимости от того, кому принадлежит тот или иной пакет акций Роснефть. А почему акционеры ЮКОСа, бывшие акционеры ЮКОСа не боятся арестовывать имущество Российской Федерации за рубежом? И насколько это эффективно с точки зрения получения компенсации? Мне вот это мне сложно сказать. Я с трудом себе представляю, чтобы Леонид Борисович, ну или кто-то из моих коллег вообще чего-то боялись. Вот мы... А вы сами? А мне-то самому чего? Пройдя то, что я прошел и в тюрьме, и до тюрьмы, теперь чего боятся? Грохнут. Ну так могли это сделать раньше и с меньшими проблемами. К этому человеческий мозг адаптируется. Вот. А коллеги, они тоже прекрасно понимали, что в любой момент они могут пасть жертвой покушения. Видимо, они тоже с этой мыслью сжились. Спасибо вам большое.